Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин растет прямо сейчас. Посмотрите на цену. 64 573 доллара. Какой движ на битке. После покушения на Дональда Трампа, индекс страха и жадности поднялся на 65. И посмотрите, как растет биток. Был внизу вот здесь. И посмотрите, объемы как выросли. И биткоин, джжж, вверх полетел. Биткоин поднялся на 64 700 долларов. И все это движение началось после покушения на Дональда Трампа. Прекрасно. В этом видео посмотрим на графики по биткоину. Покажу вам свою сделку на Bybit, которая была в минусе на 24 000, а теперь в плюсе на 24. И, кстати говоря, вот этот чарт можете тоже включить у себя на телевизоре. Bitcoinprice.live Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем биткоин. 64 534 доллара. Сразу хочу, кстати, показать вам свою сделку на Bybit. Уходил в минус по ней на 24 000. А теперь смотрите, плюс 23 500. Размер позиции 267 000 долларов. Отлично. Но вернемся теперь на график и откроем недельный таймфрейм. Да, недельный. И что мы видим? Мы видим, что биткоин снова выше этой желтой трендовой линии. Это годовая трендовая, по которой биткоин идет вверх. То получается, что дно было на биткоине на 53 000. И вы видите, что биткоин вернулся. Теперь он снова выше трендовой линии. То недельный таймфрейм значит, что каждая свеча одна неделя. И с прошлого года биткоин идет по этой трендовой линии. Пробивал ее вниз, но теперь снова вернулся. И хорошие торговые объемы зашли. Стохастик направлен вверх. Прекрасно. А также на месячном можем посмотреть. Огромная свеча молот формируется. На месячном таймфрейме. Возвращаемся на недельку. Криптогурубот держит сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале прошлого года. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Биткоин-индикатор-бот дал сигнал на продажу. И в покупку пока не перевернулся. Стохастик вышел из перепроданности, направлен вверх. Волны Эллиота. Если, ребята, вы помните, раньше мы тоже проставляли волны Эллиота. Первые были с 16 тысяч в прошлом году. Вторые волны плюс коррекции ABC уже тоже закончились. Отлично их поторговали. И теперь новые волны Эллиота. Это биткоин находится в первом импульсе. И хорошие новости заключаются в том, что первый импульс выглядит великолепно. Супер сильно. Это хороший знак. Почему? Потому что первый импульс, он нам покажет... В общем, что я имею в виду? Я имею в виду, что второй импульс в волнах Эллиота, он самый большой. Поэтому, если первый импульс будет большой, это означает, что следующий импульс будет еще больше. Первый импульс уже выглядит неплохо. Отличный такой импульс. И, кстати говоря, биткоин дошел до сопротивления, которое я раньше проставлял. 63 800 был один из уровней, который я ставил. Ну а следующее сопротивление на 72 000. Это только первый импульс. И уже такой хороший движ. Теперь посмотрим на 4-х часовой биткоин над лентой скользящих средних, над 200-недельной скользящей средней, над желтой трендовой линией. Я не знаю, где закончится этот первый импульс, но давайте предположим, что на каком-то сопротивлении. Например, вот здесь. Затем будет коррекция к желтой трендовой линии. Но это как вариант. Мы не знаем, как высоко может зайти биткоин, где закончится второй импульс. Но первый импульс выглядит очень хорошо. Если вы еще не зашли в сделку на биткоине, я бы попробовал поймать его от желтой трендовой линии. Здесь. Цена входа 61 695. Или лучше на недельной поддержке. Стоп-лосс на 60 515. Тейк-профит я бы поставил на 88 000 долларов. Об этом уровне я говорил еще несколько месяцев назад. Риск 525 долларов. Заработать можно 28 500. Это в расчете на один биткоин без плеча. Цена входа 61 040 долларов. Стоп-лосс ставим на 60 515. И тейк-профит на 88 000. И пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Баби отрегистрируйтесь, получайте бонус до 30 000 долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. Пройдите все эти курсы. Пока вы эти курсы не прошли, вы торгуете наугад. 30 часов там полезной информации. 333 доллара стоит каждый курс. Пройдите эти курсы, а затем присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже несколько тысяч трейдеров. Сделочка по биткоину у меня в плюсе на 24 200. Размер позиции 267 000 долларов. И что интересно, фандинг пока что низкий. На балансе у меня 587 700 долларов. Было пару дней назад 522 000. А теперь 587 000. То есть я отлично откупил дно. Заработал 60 000 долларов. Прекрасно. 65 000. Плюс 20 000 PNL на споте. USDT у меня на 183 000. Биткоин на 82 500. Плюс 5,9% роста. MCRT на 72 600. Юнисвап на 48 200. Тоже растет. Доджкоин на 47 100. Плюс 8%. Ворлдкоин на 42 400. Плюс 23%. Покет не растет. И эфир чуток подрос. Плюс 6%. Ну а сделка по биткоину в плюсе на 24 000. А теперь я хочу выбрать победителя конкурса, который я проводил в Твиттере. Биткоин растет. А кто-то предсказал покушение на Трампа 3 месяца назад. 5 июля я спросил, увеличивать или нет свою позицию на биткоине. Сделочка была в минусе на 21 900 долларов. 267 000 размер позиции. И сейчас эта сделка в плюсе на 24 000. Потому что биткоин растет. И теперь вопрос. Как называется эта месячная свеча? Выберу одного победителя и дам ему 100 долларов. Победителя буду определять в своем следующем видео. 14 000 просмотров набрал этот твит, который я сделал 20 часов назад. И набрал 165 комментариев. Свеча, которую видно на графике. Это свеча Доджи. Бычья свеча. Формируется на графике. Свеча Доджи. Летающий дракон. Показывает потенциальный разворот вверх. Прекрасный ответ. Еще один ответ свеча Доджи. Потенциальный разворот тренда. Формируется, когда максимальная цена. Открытие и закрытие примерно одинаковые. Свеча Молот. Да, это больше свеча Молот, чем Доджи. Бычья свеча Молот. Почему? Потому что... В общем, давайте я объясню, как работает свеча Молот. Что такое свеча Молот? Вот я показываю. Что здесь формируется? Это называется свеча Молот. Видите, это похоже на молоток. На месячном таймфрейме на биткоине. Но, конечно, еще она не закрылась, потому что только середина месяца. Но в целом, что такое свеча Молот? Когда цена здесь начинается, идет вниз, возвращается вверх и закрывается здесь. Но у нас еще 16 дней до закрытия свечи. Но формируется молоток. Прекрасно. Свеча Молот. Свеча Молот. Потенциальный разворот из-за нисходящего тренда восходящий. Маленькое тело, длинная тень внизу и нет тени вверху. Это свеча Молот. Отличный ответ. Шикарный. Я выбираю тебя победителем этого конкурса. Ты выиграл. Моя команда с тобой свяжется и отправит тебе вознаграждение. Есть и другие ответы. Летающий дракон. Свеча Доджи. Свеча Молот. Тоже все правильно. Но я бы больше сказал, что свеча Молот. Больше Молот, чем Доджи. Много ответов. Спасибо за такую активность. Снова свеча Доджи. Длинная тень внизу. Маленькое тело свечи. И почти нет верхней тени. Но посмотрим, что будет через 16 дней. По закрытию. Очень много ответов. Спасибо. Я, пожалуй, тогда выберу еще одного победителя. Еще один дракон. Свеча Доджи. Разворот тренда. Ну давайте, да, выберем еще одного победителя. Два по сто сделаем. Потому что очень много комментариев. Прям буду себя нехорошо чувствовать, если только одного победителя отмечу. Давайте выберем. Свеча Молот. Доджи. Дракон. Ты-ды-ды-ды-ды. Давайте. Кого же? Свечу Доджи. Или. Давайте Шахана выберем. Победителя. Поздравляю. Ты выиграл. Будет два победителя. Всех поздравляю. Опять же, моя сделка на биткоине в плюсе на 23 тысячи. Хорошо вырос баланс. 586 тысяч долларов. Было 522 тысячи. Отлично. Это за пару дней. А, кстати, еще и Тесла вчера помпанула. Рост был 6% на Тесла. И посмотрите, какая тоже месячная свеча. Финансовый отчет выйдет. Ну, хорошо, давайте на недельном. Если вы помните, мы покупали Теслу по 141. А Тесла поднималась. Какой там был максимум? 89%. И было несколько признаков, почему брать. Это перевернутая голова и плечи, которая отлично отработала в итоге. Также был нисходящий клин. Тоже вышли из него вверх. И дальше еще один большой паттерн. Это огромный симметричный треугольник. Внутри него давление, давление. И выходим вверх. На расстояние, которое можно измерить по основанию. Если эта фигура тоже отработает, то тогда Тесла идет на 578 долларов. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. На Бабит регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. И присоединяйтесь к моему телеграмму. В телеграмме сейчас сколько? 138 человек онлайн. На 6-часовом графике на Рипле. Золотой крест. В общем, трейдеры торгуют, обсуждают. Делятся своим мнением. Так что вы тоже можете присоединиться к этому телеграмму и торговать вместе, общаться, делиться своими идеями, зарабатывать. Вот подписчик, например, заработал 507% прибыли. Еще кто-то что-то заработал. Плюс 494% прибыли. Поздравляю. И всех вообще поздравляю, кто продолжает торговать вместе со мной. Мы зарабатываем. Волны лёта не имеют смысла. Потому что ты постоянно переставляешь точки, если актив не идет по твоим линиям. Но я бы с этим не согласился. Вот я объясняю. Например, на биткоине. Были предыдущие волны лёта, по которым мы торговали. Я вам их показываю. Это первая волна лёта, затем коррекция, затем следующий импульс, самый большой, затем еще одна коррекция, затем финальный импульс и коррекция ABC. Теперь эти волны лёта закончились. И мы уже ждем, где закончится первая волна. В новых волнах. И после того, как мы узнаем, где закончился первый импульс, мы узнаем, где коррекция. А следующий импульс будет больше, чем первый. Так работают волны лёта. Не нужно интро, убирай. Спасибо за ваше мнение. Отличная информация. Спасибо. Пожалуйста, дай ссылку на видео, где было пророчество на Трампа. А вчера, кстати, я говорил об этом. Посмотрите мое вчерашнее видео. Спасибо, Джеймс. Как ты открываешь сделки? Запиши, пожалуйста, обучающее видео. Давайте я покажу вам прямо сейчас. Вот у меня открыта сделка с 20-м плечом. Она в плюсе на 23 600 долларов. А это спот. Тут мы покупаем без всякого плеча. Вот, например, я купил 1,2 биткоина, которые сейчас стоят 82 400 долларов. Это на споте. Был в минусе на 18 000. Теперь в плюсе на 6 000 долларов. Прекрасно. Джеймс, ты лучший. Спасибо, спасибо. Ну и на этом, пожалуй, на сегодня всё. Поздравляю двух победителей, которых мы выбрали. Всем хорошего дня. И увидимся завтра.